Девушки отдыхают В емской слабоне А так как спускаться к реке Стирать было Довольно таки накладно и тяжеловато То каширские емщики Своим женам облегчение сделали И вот тут вот Примерно на этом же месте Вырубили из целого белого камня Огромное Парита Которое пропустили Сематюку в воду И вот это вот место Назвалось портамоне Уже в 19-м веке Портамоне это что, порты были? Да, да Уже в 19-м веке Они сделали крышу Что можно было использовать В никакое время Самое интересное Сама свидетель Зимой Белье здесь полоскали Мужчины Рукавица Знаете, такие мощные Теплые лукавицы Сверху резиновые Волокли И наяривали в этой портамоне Только так Сами просто видели Когда приходили сюда Мы брали воду Наливали чистую воду А почему не думали? А они все тогда Теплопроводили Это было еще в 80-х В начале 90-х Здесь еще стояла Вот эта вот подробная Но она была уже Сделана Бетонной Но на клубоначальном И так же Получила Одна у них была Вот тупы застали Она действительно была Вырублена из белого камня Потом и ту Разбили Сделали Бетонную Ну вот в принципе Здесь можно Окунуться Вот там Можно взять ваку Смотри Ну посмотрите Смотри Вот где Первое Старшее 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 Дорогище Это Биаковская Центура Домики Которые Здесь Были За Высоким Тыном Представляли Себя Знаете Конусы Сделаны Землю сантиметров на 70 врытой, конусом. В общем, как сейчас дети делают вот эти шалаши, такого плана. Правда, внизу поглубже, там углублялись где-то, наверное, еще на метр. Вот такое землю. Поднимали кверху, вот этот конус ставили. Вот такие вот были здесь домики. Была площадь небольшая, вот где-то... Вот с этой стороны должна была быть площадь, потому что запад с этой стороны. И все загорожено тыном. После раскопок местная власть решила, что надо бы вот это место как-то обозначить, чтобы каширяры помнили свою форму. И пригнали сюда бригаду строителей. Плотники поставили... Было раскопано пять, по-моему, вот это... Бингалов этот. Поставили три. Восстановили тын по периметру. Потом деньги кончились, работа тоже закончилась. Ну а годы через три от этого дела вообще мало чего осталось. Мы даже все растащили. Представляете, 20-е годы. В общем... Теперь осталось только воспоминания, чтобы взять за спиной, когда там было древние каширские родители. С тех пор его больше не копали. Почти сто лет прошло. А старые каширы там? Старые каширы, они находятся на том берегу. Километров шести отсюда. Оно начиналось где-то там примерно с 14 века. А на это место перешли после смутного времени. Перед смутным временем ту каширу старую сожгли. Последний татарский мурза, который был владетелем кашира, его назначали с Москвой сюда на кормление. Он построил там крепость. Во времена Ивана Грозного эту крепость сожгли, потому что не смогли совесть. Татары шли оттуда, в юг, и войск не хватало для закрытия берега. Начали, чтобы держать крепость невозможно. Ее взяли, спалились, только она не возрождалась, как крепость. Люди оттуда шли сюда. Потому что тот берег стал подвергаться разорению. Здесь как раз наложилось смутное время. И по тому берегу стали то поляки, то казаки, то кому не лень. Эту часть почистили очень хорошо. Там только одни пустоши потом появились в местном населении. Очень редко деревни оставались где-то 16-17 века. Это очень редко. Люди ушли сюда, здесь были леса. И вот мы сейчас с вами отправимся на то место, где примерно с 1612 года стали строить город. Там построили новую крепость, тоже такую же деревянную. Так как считали, что с юга они артиллерию с собой возить не любили. Они только верхом на лошадях. И с них достаточно деревянных укреплений. Там остались остатки вала. Мы еще посмотрим это дело. Сейчас вот здесь вот церковь Флора и Лавра в Великой Слободе. Это постройка где-то второй половины 19 века. Больше о ней ничего нету даже у местного настоятеля. Он тоже так каждый раз смотрит, говорит, что-нибудь новенькое есть. Делится информацией, но абсолютно ничего. У вас ничего такого? Да нет, это буквально два слова. Вот то же самое и у меня. Сколько литературу мне перетасовывало. Только то, что вот она построена где-то в конец 19 века. И если не ошибаюсь, она не закрывалась. Поэтому внутри есть на что посмотреть. Но по времени там, по-моему, должна быть служба. Поэтому, Бог ради, уважайте, так сказать, чувство верующих. Аккуратно, хорошо? Пойдем. Будет, будет. Вот. Вот, вот. И вот, вот все. Вот, соединие. Ух, не-хуй, да-нух... Да нет, все, все. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают